доброе утро коллеги с вами саков роман компания admiral markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня поговорим о том что происходит в сша связи с коронавирусом как реагирует нефть ну и как принципе ведут себя в страны после договора с опек ну и также поговорить о сделках который открывал который планирует открывать и в целом как завершается торговая неделя ну а перед началом всех попрошу сразу же поставить лайк если вам нравится это видео ну а ваши вопросы подготовьте и напишите обязательно в комментариях итак начнем с того объявления которое сделал дональд трамп о ослаблении карантина несмотря на то что высокие показатели распространения коронавируса все в сша все еще остаются дональд трамп дал рекомендации своим губернатором штатов о запуске экономики ближайшие месяцы стратегия которую назвали вновь открываем америку состоит из трех этапов которые описывают постепенное ослабление карантинных мер трамп заявил что некоторые штаты смогут начать сворачивать карантинные меры уже в апреле и эти меры вводили вводились решениями губернаторов штатов и в любом случае останутся на их усмотрение губернатор наиболее пострадавшего от эпидемии штата нью-йорк эндрю куома в четверг сказал что жители штата будут обязаны продолжать самоизоляцию как минимум до 15 мая губернаторы соединенных штатов планируют ослаблять карантинные меры скоординированно ну действительно важно понимать то что на текущий момент последствия от всеобщего локаута локдауна от всеобщего сворачивания экономики она может быть гораздо хуже на текущий момент чем принципе последствия от коронавируса и в принципе сша как начинает уже задумываться о том чтобы возобновлять деятельность потому что понимаю что он конечно денег могут напечатать много но не факт что это в какой-то степени поможет или можно поддерживать это на должном уровне а теперь по нефти на самом деле до договорились о пек плюс о сокращении на 9 целых семь десятых миллиона баррелей в сутки но на текущий момент спрос он настолько снижается что фактически уже нефть становится никому не нужна на обвальное падение можно назвать его так а спроса на топливо ударила и как по российским нефтяным нефтяникам танка в принципе по многим странам а ситуация на текущий момент достаточно уникальна добыча переработка и отгрузка нефти продолжается хотя спроса нет ну в частности в россии на текущий момент происходит таким образом ближайшее время этот поток может остановиться и мне лишним как раз баррелем нефти придется искать где-то место в россии арендовать танкеры арендовые пространство но их по сути то уже и не остается потому что уже все задействовано очень серьезно вплоть до почти полной остановки сокращения объемов по всей цепочке производства и поставок нефтепродуктов в перспективе ближайших нескольких месяцев уже не видится страшной фантазии до предупреждает скигин вот на текущий момент да то есть еще есть один момент например для россии то что многие месторождения например они предназначены для постоянной добычи то есть их просто невозможно заморозить чтобы потом возобновить то есть этот процесс не обратим как например на это по-другому выглядит сша на текущий момент у берегов европы вблизи крупнейших топливных терминалов на якорях стоит порядка 30 танкеров которые не могут разгрузиться в связи с заполнить заполностью резервуаров на берегу отмечает рейтерс на их борту в сумме миллион тонн авиатоплива бензина и других нефтепродуктов пробка из этих танкеров увеличивается день ото дня и в то время как перевозчики тщетно пытаются найти покупатели суда в основном сосредоточены в бензине нефтеперерабатывающих логистического хаба амстердам роттердам антверпен и в нескольких районах средиземноморского региона например бипи арендовала также два танкера для хранения топлива в течение двух-трех месяцев и в настоящее время оба судна стоят на якоре у восточного побережья великобритании продать нефть в азию также сложно судовская аравия удвоила скидки на поставки в мае то есть фактически продолжается ценовая война саудиты продолжают снижать цены на нефть ну и собственно а так как все с большей разой будут покупать у них потому что у них попросту дешевле то запасы они накапливаются о чем собственно так же и говорит график по вышедшим запасам который вышел вышел вчера пришел в среду по сша это запасы срой нефти от и и и аэй соответственно на текущий момент мы видим что уже на текущий момент мы приблизились к 20 миллионам баррелей да вот сейчас от фактически последние несколько месяц то есть спрос он безусловно снижается но собственно как растет избыток на текущий момент в избытке собственно все все континенты в сша запасы как мы уже с вами посмотрели показали больше 20 миллионов баррелей по итогам месяца каждый пятый баррель взвлеченный из нетр будет лишним констатирует опек в апрельском докладе по состоянию о состоянии рынка сделка опек плюс по сокращению добычи не решает проблемы с рынка до уйдет 9,7 миллиона баррелей в сутки это только в мае если уже учесть напряженность отношений между россией саудовской аравией сша и также историческую склонность нефтяных держав обманывать друг друга потому что как мы уже обсудили то что например россия может конечно просто не заморозит потому что если пойдет заморозка определенных мест месторождений то их просто уже потом будет не возобновить и поэтому могут просто не говорить о том что их уменьшили в реальности сокращение добычи может оказаться порядка пяти миллионов баррелей в сутки как оценивает например goldman sachs на начало апреля россия добывает 11 целых два десятых миллиона баррелей сырой нефти в сутки спортира примерно половину этого объема с мая в рамках сделки опеку опек плюс производство надо уменьшить на 23 процента или что соответственно будет соответствовать минимум 2002 года соответственно текущую реакцию по рынкам мы тоже с вами видим сейчас мы перейдем уже непосредственно к ней но собственно на фоне текущих событий мы видим достаточно активное укрепление американского доллара и на этом фоне как раз многие инструменты перешли фазу на падение по отношению к американскому доллару ну вот начнем и как всегда с евро евро снижается собственно сейчас у нас идет фаза нисходящего движения по евро доллару она у нас началась 15 числа но к сожалению здесь у меня стоял отложенный ордер но к этой позиции присоединиться я не смог так как снижение было довольно таки активным собственно сейчас но также меня продолжается целевые уровни по на данному снижению здесь мы можем говорить это 107 ну и дальше если мы преодолеваем данную область поддержки то 106 105 здесь вполне можем показать а по британской валюте здесь мы также нащупали область сопротивления это 126 28 от которой и началось нисходящее движение здесь сделка у меня была открыта отложенным ордером то есть вот как раз на этой свече цена дошла до моего отложенного ордера и открылась сделка на продажу сейчас я продолжаю держать примерно цели по прибыли у меня стоят ну стоит take profit на 1.2204 вполне возможно что я буду корректировать сделку раньше но вот сейчас для меня для сохранения данной позиции и для полноценного для того чтобы был полностью уверен в той в той сделке которую сейчас я открываю сейчас мне необходимо увидеть обновление минимальной значений четверга и дальнейшее уже движение по нисходящей здесь будет более актуально а если фунт сможет закрепиться выше максимум которые были сформированы вчера то вполне вероятно что здесь какой-то момент я возможно сделки и скорректирую руками но пока здесь буду наблюдать и следить как вот движение будет сохраняться то здесь для меня наилучшим исходом по данной сделке бы как раз обновление минимумов и дальнейшее движение уже по нисходящей а по паре американский доллар канадский доллар здесь также мы перешли фазу с точки зрения часового таймфрейма фазу роста на текущий момент восходящее движение здесь сохраняется сегодня с утра мы торговались ниже минимумов четверга но пока здесь вот данную ситуацию оставляю как коррекцион то есть пока здесь не меняю сценарий на нисходящий по данному активу хотя в принципе здесь он на текущий момент просматривается то есть что да мы можем пойти и дальнейшем на нисходящие ну по нисходящей уже по данному активу опять же сегодня надо будет пристанно смотреть потому что по каким-то активам мы уже видим данный разворот как например по паре американский доллар канадский доллар с одной стороны хочется открыть сделку на продажу в принципе сейчас уровни довольно таки неплохие но по ряду инструментов мы еще этого разворота не увидим поэтому здесь нужно быть внимательным но всех сделка которые у меня есть я вам сейчас также расскажу по паре американский доллар японская иена здесь сделка на покупку у меня была также открыта мы увидели разворот вблизи минимальной значения начала апреля и собственно сейчас восходящее движение все еще остается в приоритете как и по британской валюте здесь разворота еще не произошло для меня здесь опять же подтверждением сохранения данного восходящего формата будет обновление максимумов ну сохранение соответственно данного восходящего импульса пока стоп-лосс я не переносил но на буду следить за минимумом вчерашней торговой сессии если будем закрепляться ниже данного ценного значения то вполне вероятно что выйду руками не дожидаясь как раз закрытия сделки по стоп-лоссу если все-таки получится здесь пойдет разворот по австралийцу также мы на текущий момент торгуемся фазе нисходящего движения да сейчас мы видим движение по направлению вниз и фактически здесь также у меня стоял должный ордер который сегодня с утра сработал стоп меня стоит пока за максимум 14 числа соответственно здесь тоже я буду на наблюдать потому что с одной стороны мы можем уже перейти фазу также и восходящего движения фактически сейчас мы получили контр контр трендовый сигнал на по данному инструменту и меня по хорошему здесь сделку-то бы закрыть и перейдутся уже в покупке поэтому здесь решение пока еще но с моей стороны не принято но вы также можете следить за сделками подключившись к счету с паролем инвестора ссылка будет также в описании к этому видео вполне возможно что в течение сегодняшнего дня данную сделку тоже скорректирую руками и возможно что перевернусь уже непосредственно в покупке по по австралийцу новозеландец здесь картина тоже похожа здесь мы корректируемся от локальных максимумов вчера ну сегодня с утра мы показали максимум в области 60.22 и сейчас мы опустились до уровней 59.66 с одной стороны опять же с точки зрения часового таймфрейма мы здесь видим попытку перехода в фазу восходящего движения ну вполне вероятно что это также здесь может произойти а вот золото как раз ну вот скажу что не дает наверное мне полностью того той идеи которую хочется реализовать это ну фактически снижение на текущий момент золото которое мы видим и сегодня мы торгуемся уже по золоту во-первых вчера мы не смогли обновить локальный максимум позавчера не смогли переписать максимум 14 числа и сегодня торгуемся уже ниже отметки 1707 доллара за тройскую унцию хотя среднесрочный долгосрочный упущенный тренд здесь на мой взгляд сохраняется восходящий но тем не менее пока есть вот некоторые неопределенности на текущий момент и в текущей фазе а по индексом а индекс дакс сегодня открывается с гэпом вверх ну по фьючерсу на дакс ну в данном случае по себе инструмента мы видим торговлю выше максимальные значения которые были сформированы вчера вполне вероятно что также отсюда может произойти рост но пока мне кажется что все-таки нисходящее движение здесь может быть приоритете но по даксу пока сделок и никаких решений не принимал а по индексу s&p 500 сегодня тоже мы видим открытие с гэпом но уже с обновлением локальных максимумов ну собственно перехода в фазу нисходящего движения по s&p 500 у нас не было немного корректируемся да закрывает от гэп который появился сегодня с утра по 7 д контракту на s&p 500 а ну в целом то есть если опять же говорить по технической картине мы видим что движение по s&p 500 сохраняется восходящее то есть не было здесь перехода фазу нисходящего движения ну собственно пока ее не было пока оставляем все как есть и продолжаем наблюдать ну и вот нефть марки brent торгуется на минимальных значениях с начала апреля сегодня немного торгуемся в рамках того диапазона который был сформирован как раз вчера не смогли пока уйти выше на максимальные значения смогли пока уйти ниже минимальные значения с общей направлении здесь пока сохраняется нисходящее и вот пока этого разворота уже на отыгрывание ты тех вещей которые связаны с опек ну в принципе по нефти мы не видим потому что позитива пока на для данных решений далее дальних движений на мой взгляд а пока остается мало ну а те сделки которые я не сказал то здесь важно быть тоже очень аккуратным я буду скорее всего корректировать течение сегодняшней торговой сессии и мне всех обращаю внимание что важно чтобы ваша торговля также была со стоп лоссами это в определенный момент позволит вам сохранить ваш депозит ну и собственно торговать дальше и в долгосрочной перспективе принесет уже более ощутимый результат ну а на сегодня это все с вами был сяков роман всем желаю хорошего торгового дня не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео ну и ваши вопросы как всегда оставляйте в комментариях всем спасибо за внимание и до свидания